Полетаем мы на землю Итак, пришло время выяснить, как же и где снимаются полеты в космос. Для начала давайте посмотрим это видео. Типичный цирк для любителей космоса. Космонавт Тим Пик показывает, как пить воду в космосе. В этом видео он демонстрирует поведение в космосе гироскопа. А теперь внимание на это видео. Джордж Буш-старший посещает одно из агент NASA. Но главное здесь не это, а здесь нужно обратить внимание на задний фон. Это тот самый так называемый космонавт Тим Пик на фоне сеточного хромаклея. Сетка позволяет создать иллюзию трехмерностей. Зеленый сферический шарик нужен для того, чтобы наложить на него какое-либо изображение. Ну, например, изображение гироскопа или, скажем, сгустка воды. Субтитры создавал DimaTorzok Абсолютно все видео, где показаны космонавты внутри кораблей в невесомости, снимаются аналогичным образом. Студия, хромаклей, свет, тросы, ремни и все прочие обыкновенные для кинематографа элементы. Космические корабли, спутники с видом со стороны. Если рядом с ними нету космонавтов, чаще всего снимаются тоже так же. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А теперь о том, как снимаются видео с нахождением космонавтов в открытом космосе. Все выходы в открытый космос снимаются в огороженных различными фильтрами озерах. Да, это действительно смешно. А еще смешнее, когда иногда случаются вот такие вот курьезы. Также выходы в космос снимаются в огромных искусственных бассейнах. Один такой бассейн расположен в Московской области и в закрытом городке под названием «Звездный городок». Другой такой бассейн расположен рядом с космическим центром Линдона Джонсона в США. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если кто-то думает, что под водой проводятся всего лишь учения, подготовки, вы с одной стороны правы. Под водой действительно проводятся всяческие учения и подготовки. Но это делается для того, чтобы отрепетировать сценарий и наработать мастерство, чтобы различные действия под водой не вызывали пузырей воздуха уже при самой съемке. Пузыри – это самое проблематичное во всем этом спектакле. Чтобы минимизировать вероятность их появления, так называемые космонавты под водой действуют медленно. Но при монтаже, при накладывании картинки скорость увеличивают. Продолжение следует... 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 Ну, не могу я везти. На случай, если никто ничего не заметил, давайте посмотрим подробно. Вот они, пузыри. И в этом видео их предостаточно. А давайте теперь послушаем, что Леонов говорил, находясь в бассейне. Зарядить. Я ЛВС-2. Нахожусь на обрыве шлюза. Нахожусь на обрыве шлюза. Замочувствование отличное. Нахожусь в Кавказ. Кавказ. Кавказ вижу под собой. Водовое вижу область на море. И Кавказ, и хребет. Сейчас прошли только. Снял крышку, выбрасываю. Начинаю выполнять пытания. Ну и кто этот человек реально есть? Это мразь и поток. Астронавты МКС, американец Кристофер Кессиди и его итальянский коллега Лука Пармитана из-за нештатной ситуации досрочно прекратили выход в открытый космос и вернулись на станцию. У итальянца появилась вода в кафандре. Специалисты пока не смогли выяснить, из какой системы произошла утечка. Экипажу МКС пришлось досрочно завершить выход в открытый космос. Виной всему проблемы со скафандром. Двое астронавтов проводили ремонт внешней поверхности станции, когда в шлеме американца Тима Копры появилась вода. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!